Добрый вечер, дорогие друзья! На самом деле, друзья, потому что даже больше, чем ожидали мы с Вадимом Юрьевичем увидеть знакомых лиц, однако симптоматика хорошая. Спасибо, что пришли. Еще звонят, говорят, еще подойдут. Мы в своем формате тут сегодня будем меняться, как всегда. Но мы все время экспериментируем. Обычно Николай начинает, я продолжаю. Нынче решили попробовать наоборот. Мы сейчас поем сначала одну совместную песню, потом я начну, а он продолжил. Пусть ей плачет, но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Пеплоснежный или серебристый лайнер. Это что? Элегантен, грациозен, восхитительно, прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять у самолета, Даже если совершенно непривычный цвет окрасить Вы поверьте, красоту нельзя отнять у самолёта Даже если цвет зелёного горошка разукрасить И не важно, Тупаль, Боинг или Аэрбаз 300 Посмотрите, как он рулит по природу, как взлетает И поймёте, не бывает некрасивых самолётов Потому что некрасивых самолётов не бывает Потому что не бывает некрасивых самолётов Потому что некрасивых самолётов не бывает Не бывает некрасивых самолётов Потому что некрасивых самолётов не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Вадим Захаров Я прошу прощения за свою ошибку Мы с Николаем просто... У нас это эксперименты, мы же не репетируем У нас живём и работаем в разных местах И непосредственно перед выступлением уже Пирожки получаются с пылу, с жару Ну, иногда первый блинком Ну, дальше, значит, по нашему плану Я открываю Продолжаю продолжать нашу передачу Потом он у меня сменит И так мы будем менять друг друга Чтобы не надоедать Позавчера исполнилось 50 лет Моему хорошему товарищу Павлу Сверглову Который работает авиационным техником В аэропорту Пуково И на самом деле Это очень удивительный человек Человек, который... Для которого нет нерешаемых вопросов Который... Ну, вот, может... Он что захотел, то он сделает Вот Мы с ним давно очень хорошо знакомы И я с удовольствием Хочу показать вам эту песню Которую я написал К его юбилею На 28 правую нам разрешен заход Нас вновь встречает Пуково Родной аэропорт А Павел Романович Техник наш в кабине задремал Дневную смену отпахал И с нами ночью летал Зовут все грустным осликом Шутят наш самолет И он порой капризные сюрпризы выдает Но Паша техник запростят Найдет причина в чем И быстро сможет сделать так Чтоб стало все путем Паша, Паша Клубицу дым Экипажу Спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И в порядке Всегда матчасть Влюблен он в авиацию Как в девушку пацан На Яке 18 летать умеет сам И все за что б не взялся Он исполнит по уму В гостинице и в Пуково На Кубе и в Крыму Паша, Паша Клубица дым Всем, кто рядом Спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И все в порядке Всегда у нас За рулем на стоянку Мы сдадим наш самолет И повезет домой его Уазик Патриот Там ждут жена любимая И дымка верный кот На 28 Правую нам разрешен заход Годы птицы Летят, летят Недавно было 30 А вот уж 50 Годы мчатся Но это ничего Ведь если разобраться То 50 всего А Паша, Паша Клубица дым Экипажем Спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И в порядке Всегда матчасть Я думаю У всех присоединяются Поздравления Следующая песня Как раз Была в первый раз Исполнена На концерте В Санкт-Петербурге Который Паша же Организовал Год назад Летчик должен летать Так вы видите Вообще здесь народу много Который я первый раз А то я что-то начал Без предисловия Много Много Но я тогда рискую Повториться И обычно Перед этой песней Всегда рассказывают Анекдот О том Как Значит Молодой второй пилот Пришел в отряд И Его закрепили За старым опытным командиром Вот он Год Два-три с ним летает И перед каждым взлетом Командир Достает С кармоната Движечку открывает Прочитал С привал Взлетели Перед посадкой Опять достал Открыл Прочитал Сели Ну второй спрашивает Иваныч У тебя что там За книжкой Он говорит Да это Моя памятка Я потом когда На пенсию уходить буду Я тебя дам Ну так они вот Поработали Несколько лет Приходит время Командир уходит на пенсию Ну и второй Подходит Говорит Иваныч Ты мне обещал Там свои книжечки Ну да Пожалуйста Нет вопросов Вот она мне Всю жизнь служила Верой правдой Тебе может пригодиться Второе Первое Выписано На себя вверх От себя вниз Это просто Объяснение Первой строчки Песни Летчик должен летать Летчик должен летать Тут все просто и ясно На себя значит вверх От себя значит вниз Летчик должен летать И притом безопасно И это вверх И это вверх И это вовсе не блаш И ничей Да каприз Сварщик должен варить Кто-то должен шить тапки Если вор сворщик Если вор своровал Сыщик должен искать Лекарь должен лечить Бизнесмен Делать бабки Техник должен технить А летчик должен летать Ни копать Ни стрелять Ни размазывать маслом По холсту Как Рембрандт Чтоб шедевр написать Летчик должен летать В ясный день Дневненасный И еще по ночам Когда хочется спать Кто-то должен мешки Вдохновенно ворочать Кто-то словом на дело Его вдохновлять А летчик должен летать Потому что он летчик Вот если б счетчиком был Должен был бы считать Я, быть может, не прав Я могу ошибаться И, возможно, меня Кто-нибудь упрекнет Каждый делом своим Должен, мол, заниматься А летчик должен летать Пусть Киркуров поет Каждый должен пахать По возможности классно И тогда будет все И у всех зашипеть А летчик должен летать А летчик должен летать Тут все просто и ясно На себя, значит, вверх От себя, значит, вниз А летчик должен летать Потом Вот эта песня Просто хочу заметить Что она нередко В интернете появляется Там написано Когда летишь на восток Это славное В этом самом Слова сразу ясно слышно Когда летишь на восток Потому что на восток Можно лететь вечером И тогда спать И не хочется А вот когда на восток Лидишь Особенно На посадку заходишь У меня было Я на Глисаде успевал Потрясна увидеть Когда летишь на восток Ужасно Хочется спать И город Владивосток Я не люблю Посещать Я не люблю По три дня В плохой гостинице Жить Где пить, конечно, нельзя Но невозможно Не пить Когда летишь на закат То спать не хочешь Совсем Люблю летать В Ленинград В Москву Летать любят все Про Сочи Что говорить Тут все понятно И так Там можно Даже не пить И все равно Красота Когда летишь Быть куда Короче Путь по прямой И больше всех Я всегда Люблю Дорогу домой Люблю Войти Не стучать И не спугнув Тишины Смотреть Как тихо Сапер Во сне Мои Пацаны Пусть по прямой Виталь Гребен Пусть по прямой Пусть по прямой Сомай Пусть по прямой Здесь в новом зале мало сольный концерт, и там программа была лирическая. Ну и после этого в интернете написали ребятам, конечно, все хорошо, но побольше по авиации. Я пообещал, что в этом концерте авиация будет помочь. Подрастают у меня сыновья. Чем-то в жизни предстоит заниматься им, и хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию, нынче летчики, увы, не в цене. А работа не из легких и строгая, и поэтому не хочется мне, Чтобы вы пошли отцовской дорогою. А небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить. Как послушна тебе мощь многотонная, но приходится за это платить. Липким потом и ночами бессонными, и орёбра часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по пятнадцать часов. И здоровье на болячке разменяно. Но небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессии не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда всё снова начать, То, наверное, пошёл снова в лётное. Ведь небо, только раз окунись в небо, И попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда вот эта песня была, Что ты понимаешь, что это было там когда-то, Без объяснений, скажем, нулётчики зажрались. Что и твадят мало, и работа тяжёлая. Народ тяжёлый, это так. А твадят мало, и такое время было, Когда получали лётчики, как водители троллейбуса. Это иногда даже меньше, поэтому эта песня стихо. ПЕСНЯ Как здоровье, состояние, по полётному заданию, Нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние, по полётному заданию, Нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю несуетливо, Фюзеляж и крылья и шасси. Всё в порядке, все здоровы, И хоть ты, как я, не новый, Но готов лететь и полон сил. Всё в порядке, все здоровы, И хоть ты, как я, не новый, Но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, Да и судьбы наши тоже. Облака, приборы, привода. С одного того же года, Я совлугит из завода, Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, Я совлугит из завода, Помнишь, как блестело всё у нас тогда? Мы немало полетали, И немного подустали, И тот лост уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, Что года моё богатство Не продать нельзя, не раздавить. И как жаль, какое гадство, Что года моё богатство Не продать его нельзя, не раздавить. Рано на покой стремиться, Порох есть, как говорится, Но запаловый уже не тот. И красотку-проводницу, Ту, что в дочке мне годится, Отвезёт домой второй пилот. И красотку-проводницу, Ту, что в дочке мне годится, Отвезёт домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьёмся, И сквозь облачность пробьёмся, И ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то Вновь поймём судьбой крылатой, Нам с тобой в жизни повезло. И как в первый раз когда-то Вновь поймём судьбой крылатой, Нам с тобой в жизни повезло. Вновь пойдём mega раз. Спасибо. Спасибо. Забараклил поторм, Который до сих пор Не подводил меня ни разу, Который не хандрил, Тянул, что было сил, И вывозил из рыбы разных. Который не хандрил, Тянул, что было сил, И вывозил из рыбы разных. Забараклил поторм, И слышу я укор, Что не жалел его порою, Что слишком жал на газ, Я без нужды ни разу, Что не дружил я с головой. Эй, а дорога далека, То легка, то нелегка, Слух ласкает шелест шин. Эй, ты тяни, тяни, браток, Нам с тобой пока не сырок, Рано нас сливает бензин. Забараклил поторм, Неужто приговор, Я не готов к нему и богу. Я так люблю спешить И полной грудью жить, Я так люблю мою дорогу. Я так люблю спешить И полной грудью жить, Я так люблю мою дорогу. Я так люблю. Я так люблю. Я так люблю. А дорога далека То легка, то нелегка Слух ласкает шелест шин Эй, ты тяни, тяни, браток Нам с тобой пока не сырок Рано нам сливать бензин Следующий, Николай Анисин Я упаду на следующий Потом у нас все равно Вадим будет Добрый день еще раз, дорогие друзья Хотелось бы вначале Поздравить всех С целой такой Линией праздников Наверное, самое главное Сегодня великий православный праздник Верное воскресенье Вчера был день авиации и космонавтики Я все время говорю, что там в первую очередь Авиация Хотя у нас есть еще и в августе День воздушного флота И много сопутствующих этих дат Космос без авиации Это ничто Сегодня, к тому же Любимый, в кавычках, всеми летчиками Ну, кроме летчиков ПВОшных Праздник День войск ПВО Как известно, там девиз все время Тех, кто на земле Сами не летают, другим не дадим Но, тем не менее Как мы знаем, летают еще как Это возвращаясь к еще одному празднику Всего лишь ровно неделю назад Пилотажная группа «Русские витязи» Отметила свое 23-летие Сегодня, кстати, в зале есть люди Оттуда из Кубинки Вот, мы с руками горя с этого и начнем Раз Два Три Нас сравнивают с птицами пустое Нам просто жить без неба не по вкусу Мы на земле на временном постое А птиц мы любим, только не по курсу Мы выпали из людных наставлений И, может, улыбнемся их листая В театре пилотажных представлений Мы вместе словно маленькая стая И видим, что вернемся улетая Вращаем небо мы в строю застыв Нам разрешат делать все по краю А срыв потока Это лишь поток осрыв Нам не сорваться, главное летая Мы гвардии летающая стая Каскад фигур и перегрузки душат И, в общем, тяжело, но не смертельно Зато приятный женский голос в уши Настойчиво твердит, что все предельно Пусть даже смут Но мы ждем с небом встречи Ведь в небе все по-честному не врут Здесь крылья, как друзей надежных плечи А в двух руках две ручки Рус и руд И двигатели голос не сорвут Вращаем небо мы в строю застыв Нам разрешат делать все по краю А срыв потока Это лишь поток осрыв Нам не сорваться, главное летая Мы гвардии летающая стая Нас в разных странах ждут аэродромы На полную везде работать будем И после, как всегда, вернемся к дому А тех, кто не вернулся, не забудем Гвардийский полк, навеки наша память Иван Никитич Кашидук, он с нами вечно Дай Бог успеть нам в небе след оставить Ведь летный век до пули скрытечен И распуском мы крикнем вам До встречи! Прощаем небо мы в строю застыв Нам разрешат делать все по краю А срыв потока Это лишь поток осрыв Нам не сорваться, главное летая Мы гвардия летающая стая Гвардийская летающая стая Спасибо Кстати, о русских витязях Вчера ребята работали Я вообще себя считаю питерским человеком Но в паспорте у меня написано Место рождения город Брянск Вот в Брянске-то они и работали Там открывали памятник Юрию Алексеевичу Гагарину Во всех новостях об этом сказали Но как-то мужиков-то почти и не показали Ну понятно, памятник это святое Очень там красиво говорил Замечательный наш великий космонавт Алексей Архипович Ленов А ведь если только показали вот это знаменитая Ну мы-то знаем, кто это делает Это Андрей Алексеев и Олег Ерофеев Как говорится, страна знает своих героев Летим в заморскую страну Что далеко в чужих широтах Мы на военных самолетах На наш маршрут, не на войну Летим в нерусскую страну Как по линейке в небесах Мы чертим след инверсионный Меняя снизу страны, зоны И часовые пояса Мы на работе в небесах Мы небом одержимы И это не на час На жизнь, коль заниматься Летным делом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле давно Все за пределом Летим туда, где чтут Коран Там авиация в фаворе И кто главней у них не спорят Верблюды или аэроплан Не спорят там, о мусульман Мы им открутим пилотаж Сорвем восторг, аплодисменты Ведь помнят страны, континенты Все знают в небе почерк наш Наш Крашен, кризи, пилотаж Мы небом одержимы И это не на час На жизнь, коль заниматься Летным делом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле давно Все за пределом Дай Бог нам снова над Москвой Пройти и дать салют победы На нас с небес посмотрят деды И вспомнят свой последний бой Под замерзающей Москвой И дай Господь сберечь орлят Чтоб не пришлось с нуля Сначала Ведь кожеду покрышки чкалов На помощь к нам не прилетят Но там на небе не простят Мы небом одержимы И это не на час На жизнь, коль заниматься Летным делом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле давно Все за пределом Мы небом одержимы И лето не на час На жизнь, коль заниматься Летным делом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле давно Все за пределом А джаль, что на земле Все за пределом Тихон Субтитры добавил DimaTorzok Та-ра-тута-тэ end Спасибо. Я помню как-то то ли в прошлый, то ли позапрошлый раз, когда мы здесь выступали с Вадимом или один, где-то я спел несколько песен, и вдруг раздался из зала тревожный голос. Вот тавтология получится. Говорит, Николай, вертолетчики волнуются. Я просто потрясен количеством сегодня моих замечательных друзей. Здесь я не ожидал многих увидеть. Двух генералов вижу, замечательных. Герой России есть. Есть два летчика-испытателя. И, в общем, даже с Дальнего Востока там другой год поднимает. Кстати, Михаил Степанович, это человек, у него пять орденов боевых. Песню, которую я сейчас спою, я ее писал в двух местах. В метро под землей у него дома. Годы птицы улетают, по земле меня болтает. А точнее, выше, над землей. Нет даже рубить бы живо столько лет на всех режимах. К небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной. Пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ним по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались. А потом на матушке земле экипажем водку пили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь. Или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая совраска, Из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями, Днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Ей поклонятся солдаты, Те, кто вышел в медсанбатах, Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов И на разных континентах в небе, Словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, Уважают иностранцы, Знают то, что выручит везде. Над полями и лесами, Ледяными полюсами, Кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, ба ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, Та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Михаил Леонтич Миль. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вода дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка здешняя метель, здесь бесполезно уповать на наш авось до риска и страх. И мы в компесах и унтах, неделю вынуждены спать. Здесь остаётся только ждать в буране малого окна. Не добралась я сюда весна, да здесь и летом лишь плюс пять. На пеплу никуда упасть. В седьмые сутки преферанс, и у меня на мизер шанс. Две малки в прикупе-то в масть. Когда с погодой так везло. Как нынче в картах мне везёт. Но за окном опять метёт. И вьюга воет, как назло. К большой земле прямой маршрут. Наш штурман десять раз нанёс. Метеорологи всерьёз. Нам обещаниями врут. Мы бережём сухой паилкой, как бы нам Монзе не вскрыть. Не в масть погода, нечем крыть. И бесконечно дом далёк. А ждать всегда нелегкий крест. И открывает экипаж. Воспоминания всех багаж. Он, может, скрасит наш арест. Мы под арестом упорки. И загрустил бортинженер. Ему бы к молодой жене. Да и другим здесь не с руки. И спирта в кружки всем нальёт. Под третий тост седой Бортех. И выпьем молча мы за тех. Кого не крайним был полёт. Ураном борт прижат к земле. Неделю снежная стена. И полоса заметена. А мы мечтаем о тепле. Я уже тут начал перечислять всякие праздники. Тут, упомянув телевидение, вспомнил, что буквально тут на днях, вот у нас в Белоруссии, я всё-таки в Минске живу, работаю и тут, и там, там по сроку больше в телекомпании Воен-ТВ, у нас даже приказом министра обороны белорусского учреждён День военного телевидения. Вот буквально послезавтра будет 20 лет телекомпании Воен-ТВ. По этому поводу планируется во Дворце Республики Большая Пьянка, ну это торжественное собрание, значит, там с приглашением больших лиц, шеф меня уговорил просто, он говорит, нужно сделать песню, нам нужен клип, там, ну у меня была песня, я даже не апгрейт сделал, я полностью пересочинил под это дело и подумал, ну а что, я не могу проработать что-то спеть, тем более мы тут, мне нужно с самим собой проэкспериментировать, потому что 4 дня назад мы снимали клип на эту песню, я жене сказал, что я ухожу на 9 в студию, вернусь я где-нибудь к часу дня, в итоге я вернулся в 9 вечера, и все это время я просидел вот примерно на таком стуле в студии на правом полупопе, ну в смысле вот на этом месте, а там все двигалось и я раз 150 спел, вот они теперь сомневаются, смогу ли я еще раз спеть, думаю там меня где-то видят, много текста, ну да, но это про работу. Мы вместе словно гарнизон, перо, блокнот и микрофон, видеокамера с собой в арсенале, когда идем в эфир прямой, то как на фронте, словно в бой, в своих атаках мы не раз высотки брали, пусть нынче модно рассказать о тех, кто смог от жизни взять, а мы о тех, кто взял Берлин по обедным маям, кто под огнем в атаку встал и жизнь за Родину отдал, а мыльный хоппер, извините, не снимаем. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам мороз слезной в окопе, это в норме, покрохотанка, пуши гром в атаку, с камерой идем на поле боя, телевидение в форме. По крохотанка пуши гром в атаку, с камерой идем на поле боя, телевидение в форме. Пусть так в руках не другит объектив, у нас военный креатив, мы далеки от слезно-мыльных сериалов, всегда пойти готовы в бой, и зал под небом полевой, для нас роднее всех гламурных кинозалов, пусть фестивали для других, дорожки красные для них, а нам привычны дороги, полигонов. И чтобы дать свой репортаж, порой идем на абордаж, по НТВ, телекомпания в погонах, пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам мороз слезной в окопе, это в норме, покрохотанка, пуши гром в атаку, с камерой идем на поле боя, телевидение в форме. Покрохотанка, пуши гром в атаку, с камерой, идем на поле боя, телевидение в форме. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам мороз слезной в окопе, это в норме. Покрохотанка, пуши гром в атаку, с камерой идем на поле боя, телевидение в форме, покрохотанка, пуши гром в атаку, с камерой, идем на поле боя, телевидение в форме, телевидение в форме, телевидение в форме. Спасибо. Следующего Днеза Фаренской. Спасибо. Спасибо. Мы с Николаем уже седьмой или восьмой у нас совместное выступление. И как-то так случилось, что я раньше обходил, ну, очень, так, немножко делал песенную заранскую тему, и вот в этот раз ко мне обратились ребята заранее, просили поподробнее осветить эту тему, что я сейчас и постараюсь сделать. В Исламской республике Иран я отработал три командировки, то есть с 97-го по 98-й год, потом с 98-й, 99-й, в среднем там три с половиной-четыре месяца. И заключительная для меня была в 2001 году, как раз, когда бомбанули эти американские небоскребы, 11-го сентября, 13-го сентября я заезжал в Иран. Надо сказать, что очень остались теплые впечатления об этой стране, о людях, которые, несмотря на всю эту тяжелую ситуацию, особенно когда уже бомбили Афганистан, и у нас была некоторая тревога по поводу того, что сначала, значит, чтобы америкосы не по соседству, не долбанули так на всякий случай. Либо они, либо, значит, персы, думаю, начнут там неверные, им не понравятся, вот, какие-нибудь на национальные, вернее, на основе веры там начнутся какие-то. Ничего подобного. Очень было по-прежнему такое же доброжелательное, искреннее отношение, в магазинах приглашали, там, угощали чаем, в автобусе дедушки подвигались и уступали, в смысле, рядом с собой садитесь, и, в общем, там было хорошо, даже когда везде было плохо. А еще до того, как я туда заехал, у меня уже появилась мысль, что если я попаду туда, у меня уже мысль была, что альбом будет называться «Иранский дневник», вот. Ну, и поэтому начнем сначала. Я в первый раз, а подождите еще секундочку, не, ну, это оживляет концерт. Дело в том, что вот после этой песни я потом в интернете видел, значит, там обиды на меня, что вот я написал там «Если с гитарой застанут, могут посадить Зиндан», что вот на самом деле в Иране играть на гитаре, ну, там много на самом деле талантливых музыкантов, гитаристов, в том числе. Во-первых, песня, когда вот сочинялась, вообще не думалось, что это будет там куда-то там на широкую публику выходить, это было так для своего круга, и имелось в виду, что если с гитарой застанут, ну, значит, это где-то мы посидели, где-то мы употребили, а Иран, значит, страна с сухим законом, и вот в этом плане, ну, и там было, конечно, много таких преувеличений, шуточных для своего круга, поэтому я понял, что надо быть гораздо более ответственным, когда что-то сочинять. Я в первый раз попал в раны, кручу башкой, как баран, куда ни глянь, тут всюду новые ворота, у них совсем не как у нас, и все, что вижу я сейчас, я запишу, чтоб не забыть потом чего-то, я с непривычкой между дел, сначала просто обалдел, впервые в жизни, в настоящей загранице, у них совсем другой расклад, у них совсем другой уклад, у них язык совсем другой, и даже лица, у них и год совсем другой, и месяц в осени такой, у них тут в пятницу зачем-то воскресенье, и непривычно, что вообще, нигде не встретишь алкашей, и правил нет, у их дорожного движения, и нет разбитых фонарей, разбитых окон и дверей, живут так скучно, и никто им не поможет, у нас бы сейчас шары залил, и сам себя развеселил, и берегись потом, товарищи, тут не нужны зимой пимы, и бабы, то есть ханумы, все как монашки в черном, бабки и девчонки, и жалко мне без дураков, абориенов мужиков, здесь мы с менюками, однако напряженка, исламский фундаментализм, фундаментальный исламизм, здесь ждут, пожалуй, даже более марксизма, но так как водку пить нельзя, порой встречаются друзья, которым очень грустно без социализма, я не алкаш, и для меня не пить четыре слишком дня, совсем не трудно, я терплю, читаю книжки, но так, чтобы не пить совсем, то тут, конечно, скажу все, или маму, но только это будет слишком. И непонятно стало мне, как в этой странной стороне наш самолет в России создан и летает, да тут же все наоборот, и пишут сзади наперед, и, между прочим, точно так же и читают. Я езжу только на такси, хотя, конечно, пока что на фарсине в аниме, но это ничего не значит, ведь объяснил мне друг Толян, для этих персов мусульман, теперь ты, мистер, понял, а не хрен собачи, я понял, мистер, а не хрен, но сразу столько перемен, что на душе тоскливо было и тревожно, потом, когда озноб прошел, я все же к выводу пришел, что жизнь здесь можно, нужно только осторожно. Под одеялом водку пью и песни шепотом пою, ведь если вдруг меня с гитарою застанут, то халабан, не халабан, недолго угодить в зентан, а там, глядишь, я еще Коран учить застаю. А мне зачем учить Коран, я ни Мигди, ни Мран, и у меня мушкелей без того хватает, не нужно мне второй жены, ждут папку дома пацаны, а их Коран еще и сало запрещает. Не нужно мне второй жены, ждут папку дома пацаны, опять же, как прожить без сала, я не знаю. Ну, для расшифровки, халабан это летчик на фарси, мушкели проблемы. Что там еще? Зиндам тюрьма, да. Вот, поскольку страна с сухим законом, но тем не менее на второй день пребывания там, в гостях у местного апоригена, скажем так, мой друг Толян меня туда к нему привел. Вот, ну очень хорошо там посидели, ну очень хорошо. Особенно он. И вот он, кстати, он был сын, не то что репрессированный, по-другому, то есть его родители были как раз последователями вот этого учения Маркса, и он тоже, и вот они испытывали эти притеснения, а вот, ну когда посидели так хорошо, и он так говорит, ну вот, ну скажите, ну социализм это же хорошо, ну почему вот, вот, что вам не нравится то в нем, зачем вот вы устроили себя, вот тогда были девяностые годы, да, перестройка, все, ну хорошо же, вот все там равны у всех, ну, ничего было как-то ему даже отразить. Ну вот, а поскольку я на самом деле был сильно первый раз в Иране, это первая моя была за границей, следующая песня на эту тему. Когда меня туда послали, куда не гнал, в Макар телят, все дома так переживали, ведь не в Луневку, а в Машкаты сам я тоже сомневался, ведь это все не на два дня, и я бы, может, отказался, была бы квартира у меня. Но вот покинув папу с мамой, детей оставив на жену, я двинул в сторону Ирана, в совсем чужую мне страну, и очутился я в Машкале, в узор мотеле Тургабе, где горы спереди и сзади. Но в общем, ничего себе, здесь проживают халабаны, из разных русских городов, они летают по Ирану, где не пасет макар, корот, здесь непочатый край работы. По перевозке мусульман, я дома был простым пилотом, теперь я тоже халабан. Когда же вдруг часы досуга нам выпадают невзначай, мы ходим в гости все друг к другу, и пьем, конечно, только чай, здесь нет спиртного в магазинах. На женщин можно лишь глядеть, легко забыть, что ты мужчина, и очень трудно похудеть. Но в общем, здесь совсем не страшно, и не кусается никто, и хоть скучаем по-домашнему, но все окупится потом, дела у нас не так уж плохи. И нет причины горевать, да вы спросите хоть у Лехи, и Леха мне не даст соврать. И Леха мне не даст соврать. И Леха мне не даст соврать. Леха мне не дал соврать, он сейчас сидит в этом зале, мы с ним две командировки, Жилий Владимирович Домагир. Ну, конечно, он тогда был уже сейчас уважаемый, ну, он тогда был уважаемым человеком, просто, ну, ладно, я думаю, он не имеется. Ну, да, на самом деле, командировки-то были в 90-е годы, когда проблемы были с деньгами, с зарплатами, и геранскими. Командировки были, значит, реальная возможность заработать на квартиру, там как-то еще что-то, у каждого была своя программа. И на эту тему как раз следующая песня. Мало того, что зарабатывали деньги, еще и везли из Ирана всевозможные там сантехнику, мебель, там фарфор, фарфор, кафель, то есть у нас тогда ничего не было. Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то, признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свидания. То в захиданиях, то в ободаниях. И жизнь похожа на полетное задание. И всех Хадапису готовятся заранее. Здесь спокойная работа, и проблем совсем немного. Здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков. И экзотики хватает, только все надоедает. И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свидания. Кто в захиданиях, кто в ободаниях. И жизнь похожа на полетное задание. И всех Хадапису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам. Зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, Чтобы дома об Иране никогда не забывать. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свидания. Кто в захиданиях, кто в ободаниях. И жизнь похожа на полетное задание. И всех Хадапису готовятся заранее. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свидания. Кто в захиданиях, кто в ободаниях. И жизнь похожа на полетное задание. И всех Хадапису готовятся заранее. И всех Хадапису готовятся заранее. Командировок в Иранске было много, как сказать, групп с разных городов. Там Братска, Читы, Новосибирск. Ну, они постоянно менялись. Там встречались люди, которые когда-то вместе учились. Там люди знакомились в первый раз. И эта дружба потом продолжалась на послеиранские времена. Очень хорошее время. Приятно вспоминать. И очень там красиво, конечно. Там высокие горы, белоснежные вершины. В стране, где все есть, но на всех не хватает. В исламик, репаблик, Иран. Там в небе воздушном полеты летает Иран, Иртур, Халабан. Там в небе воздушном полеты летает Иран, Иртур, Халабан. Он родом из Омска и Новосибирска, Челябинский он из Братчан. От дома родного уехал не близко Иран, Иртур, Халабан. От дома родного уехал не близко Иран, Иртур, Халабан. Он разнык по возрасту и по натуре. Он трезв, если только не пьян. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран, Иртур, Халабан. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран, Иртур, Халабан. Зовут его Петя, а может быть Вася, Андрей и, конечно, Иван. За доллары он поработать согласен Иран, Иртур, Халабан. За доллары он поработать согласен Иран, Иртур, Халабан. Он разный на внешность и разный по сути. Он трезв, если он очень спокойный и буян. Без отдыха может работать по суткам Иран, Иртур, Халабан. Без отдыха может работать по суткам Иран, Иртур, Халабан. А дома его ждут жена и детишки, Отец, мать, сестра и братан. И думают, что заработался слишком Иран, Иртур, Халабан. И думают, что заработался слишком Иран, Иртур, Халабан. Мы выполняли рейсы из Ирана на Джидуэта. Мы возили паломников. Джидуэт, жиды там 40 километров до Мекки. Они шли пешком и осуществляли хаш. И совершали правильно склеить хаджи. После чего их называли, они получали их почетное звание хаджа. И пользовались огромным уважением. Часто целое селение какое-то специально копило деньги для одного человека, чтобы тот или нескольких особо уважаемых избранных, которые могли совершить этот хадж. На эту тему у меня две песни. Вот мы когда прилетали туда, в Джиду, в Саводовскую Арафию, там вообще мне вот пришла строчка в голову, и светит надо мной в черном небе незнакомая звезда. Я когда приехал, дома спел, у меня сын старший учился тогда, в классе шестом, наверное, он мне сразу говорит, пап, а что там это, Джидана, что в другом полушарии? Потому что в нашем полушарии звезды все одни и те же, а соответственно в Южном, ну вот молодец, пришлось строчку переделывать. И светит в небе темно-фиолет, вам какая-то звезда. Ну вот так, это чтобы что-то говорить, чем что-то рассказывать. В Саудовской Аравии под Новый год в тени плюс двадцать семь. А дома у меня сейчас все минус двадцать семь в тени. На ёлках зажигают новогодние огни. А дома запужило, замело, А дома все снегами занесло. Трещат морозы, молчат березы, И все белым-бело. В Саудовской Аравии совсем в другое время Новый год. И не похож на Толмачева, Кинг, Абдул-Азиз, аэропорт. Про снег и про морозы здесь похоже не слыхали никогда. И светит в небе темно-фиолетовым какая-то звезда. А дома запужило, замело, А дома все снегами занесло. Трещат морозы, молчат березы, И все белым-бело. А дома, дома дети и жена, А дома ждут, когда придет весна, И все вернется, И жизнь начнется, Очнется ото сна. В Саудовской Аравии под Новый год не холодно совсем. В Саудовской Аравии под Новый год в тени плюс двадцать семь. А дома у меня сейчас все минус двадцать семь в тени, На елках зажигают новогодние огни. На елках зажигают новогодние огни. Надо опять отдать должное, Хотя в Иране это Новый год совсем другое время, И там другие у них правила отмечания в марте, Это связано с аквариумными золотыми рыбками. Но тем не менее у нас на Новый год, Это обязательно на 31 декабря, 1 января, Это елка украшенная, Это значит, ну какие-то там тортики, То есть всем экипажам от администрации, от гостиницы, Очень теплая отношения. Ну тем не менее все равно по дому доскучали, Хоть там и было очень хорошо. Я не знал о том, что можно заскучать По мелочам, обыкновенным мелочам, По тем, что прежде никогда не замечал. А вот сегодня от чего-то заскучал, Я заскучал по скрипу снега под ногой, По дыму в небе над соседской трубой, И по стеклу окна в узоре ледяной, И по теплу, когда с мороза входишь в дом. Я заскучал по ожиданию весны, Еще по шорохам, что в комнате слышны, Когда порой мне не спится по ночам. Я заскучал сегодня, крепко заскучал. А в Машкаде теплый дождь в январе, А потом вдруг мокрый снег не с того, Все засыпал и отложен наш рейс, И, скорее всего, отменят его. А я опять сегодня видел во сне Пацанов своих и старый наш дом. Ну и, конечно, заскучал по жене, Это, видимо, иранский синдром. Я потом, когда приеду домой, Расскажу тебе, как жили мы тут, Про персидский, про залив голубой. Про сори, где апельсины растут, Фотографии тебе покажу, Где Машкад и наш отель Тургабе. И про многое еще расскажу, Если будет интересно тебе. И про многое еще расскажу, И знаю, будет интересно тебе. Еще одна песня на тему хаджа. Когда выполняли хадж, И люди ехали в аэропорт, Провожали тех, кто отправлялся туда. Это совершенно такое фантастическое, Несколько даже пугающее зрелище. Машины просто загружены народом, Демонстрации. Даже на стойке, Например, песни под крылом, На стойке шасси там Резали барана. Свежая кровь, это у них обычай, Это обязательно. И потом, когда в джиду прилетаешь, Там три полосы, И летит один самолет, Второй самолет, Мы слышим даже гол турбин, Самолеты вместимостью там По 200-300 человек, Полные паломников. Мне штурман говорит, Хочешь увидеть целый самолет Стариков-хатабочек? Говорит, выйди в салон, Они там все в чалме там все. Ну, хаджи было вообще два, Большой и малый. То есть по весне большой, Но они там сдвигаются еще по времени. А во время малого, Иногда особо предприимчивые люди Совмещали полезное С еще более полезным. То есть они выполняли хаши, Там еще закупали там Кое-какую аппаратуру Для того, чтобы По их магазинам Реализовать. Вот. Все рассказал, Теперь в порядке. А, ну, значит, Песня называется Парвас Джидэн, То есть перевод. Парвас это рейс на джидэн, Соответственно, джидэн, Рейс на джидэн. Немножко там Не Парвас Парвас, Но ради этого Красного Сладца Пришлось изменить. Нам в марте и апреле Не поболеть похмелья И будет киснуть зелья, Но то не наша плашь. Нам в марте и апреле Почти не до веселья, Ведь как лосось на нерест Паломник прет на хадж, Парвас Джидэн, Зачитанный Коран И под крылом Зарезанный баран Парвас Джидэн, Ликует весь Иран И нам пора. И валят косяками На джиду и крафты, И, может, был неправ, Ты усмешку затаив. Когда летишь на джиду, Не упускай из виду, Что-то там такой персидский, По трассе есть залив, Парвас Джидэн, Сави и Тегеран, Парвас Джидэн, Ахвас и Абадан, Парвас Джидэн, Мечта всех мусульман Из разных стран. Затарившись товаром, Чтоб дома сдать с наваром, Чтоб хадж прошел недаром, Летят они назад, Цветами их встречают, Целуют и качают, Хаджами величают, Почти богатворят, Парвас Джидэн, Особая статья, Олег Умас Салам Саудия, И не забудет, Кто летал хоть раз, Джидэн Парвас. Почти не вынимая Себя из самолета, На время забываем Про прочие дела, И только успеваем Просольные пота Стирать свои сорочки И бревные тела, Парвас Джидэн, Горячая пора, Парвас Джидэн, С утра и до утра, Парвас Джидэн, Сегодня и вчера, И завтра, Парвас Джидэн, Зачитанный Коран И под крылом Зарезанный баран, Парвас Джидэн, Ликует весь и ран, И нам пора. Ну и, наверное, Еще что-то На эту тему. И в этом была Та заключительная песня. Опять же, Называется, Ты помнишь, Алеша? Опять же, Обращена Алеша, С которым мы Работали вместе. Мы и жили в одной комнате, И летали в одном экипаже. Вот, и до сих пор У нас с ним Очень хорошие отношения, Он очень хороший друг. Я ему благодарен За очень многое, Что он для меня сделал. Ну и просто за то, Что с ним приятно общаться, За то, что мы друзья. Ты помнишь, Алеша, Как в небе Иранщины Ковали мы Скромный Валютный Запас. Как Как Тигранщины, Да, А подальщины Летали с тобой Мы количество Раз. Летали Большое Количество Раз. Их было Немало Сперва Непривычного Для наших Различных Видевших Глаз. Но все-таки Экзотичное И Необычное Давно Уже стало Привычным Для нас. Давно Уже Стало Привычным Для нас. Ислам Иранщина Это Тебе Не смоленщина Не нужно Усилий, Чтоб Это Понять. О том, Как Любили Нас Местные Женщины, Увы, Никогда Нам С тобой Не Узнать. Хотя Интересно Чего Там Скрывать Смертельным Грехам По Исламу Причислено С неверными Связь. Но И Богу Не раз С улыбкой Такой Жаловливо Двусмысленно И смотрели На нас Мисс Агдас И Махнас Смотрели На нас И Агдас И Махнас А мы Изнывая От Непланомерности Коротких Побывок Далеким Родным Служили Примером Супружеской Верности Исправно Скучая По Женам Своим Исправно Скучая По Женам Своим Мы Много Работали И Отдыхали Нам Есть Чего Вспомнить О чем Промолчать Не раз Собрезание Мы Испытали Когда Приходили Деньгу Получать Странно Мусульманское Что Тут Сказать Но Тот Кто Не мог Спать Измучен Вопросом А где Вы Еще Вы У нас Отхватить Прости Нам Ведь Мы С тобой Не Из Гундосов А может Быть Просто Им Не На что Жить Кто Знает Быть Может Им Не На что Жить Зато Мы Припомним С тобой И не раз Еще Про Раш Тегеран И про Бандарабас Ты помнишь Алеша Как в небе Ранчины Ковали Скромный Валютный Запас Ковали Мы Скромный Валютный Запас Бурунга Халэ Паймур Халабан Парвас Дыш Нас Бандарабас Тегеран Ширас Это Как будто Быть По фарси Говорит Спасибо Это Немножко Замучило Раном Ну все Следующий Николай Анисинов Я думаю Мы вообще Немножко Замучили Но У нас Скоро Уже Перекор Вот Вадим Говорит Что Его Просили Больше Авиационных Песен Петь Меня Насчет Авиационных Вообще Как-то Априори Ничего Не говорят Наверное Предполагается Что я Пою А тут Просили Лирику Попеть И так далее То есть Ну оно Тоже Предполагается Хотя Сегодня Для меня Много Неожиданностей Ну Много Чего Просят Учитывая Что Есть Люди К примеру Сахалина Ну Вот Обещал В один Лучше Свистит Поэтому Лучше Голос Не Получается У меня Свистит Если Только В студии Очень Постараться Кстати Посмотрел На Амбрагариту И понял Что Она Хорошо Свистит И когда Мы Играли Она Свистела Я Дам Пару Урок Хорошо Она Еще И летает Хорошо Я Родным Аэрофлотом Словно Словно Глобус Крутану Серебристым Самолетом Треть планеты Обогнул Между закатом И рассветом Сон Придет Едва Едва Время В воздухе При этом Вдруг умножится На два Подсменю Большой На малый Сам себе Теперь Пилот Пусть С дороги Я усталый Только Хочется В полет Привязался Запускаюсь И мотор Жужжит Пчелой Я По жизни Все Болтаюсь Между Небом И Землей Я Кружу Над Сахалином Я Брожу По Облакам Снизу Мишки За малиной Ходят К ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть Земли Себе Отнять Но Не хочется Медведям Флаг Над островом Менять Где-то рядом Вся планета Начинает Новый день Красота На крае Света Где слегка Все набекрень Здесь Лягушка Как-то Строго Смотрит С горной Вышины И Железная Дорога Очень Странной Ширины И крабы Рыбы И кальмары Бросит Кучи Важных Дел К нам Спешат Пивные Бары Океаны Надоел Словно Море Это небо Я в полете Им дышу Без него Мне Как без хлеба Я на землю Не спешу Я кружу Над сахалином Я брожу По облакам Снизу Мишки За малиной Ходят К ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть Земли Себе Отнять Но Не хочется Медведям Флаг Над островом Менять В скалах Сопках Как в доспехах Остров Высится Горой Здесь Когда-то Доктор Чехов Катаржан Лечил Порой Люди Здесь В суровом Крае Не боятся Людых Вьюг И Когда-то Самураев Здесь Отбросили На юг Одинокий Этот Остров Кто-то Скажет Как Острог Он На глобусе Полоской Всем Укажет Где Восток Без него Земля Родная Как Гитара Без Струны Для России Он Не С краю Здесь Начало Всей Страны Я Кружу Над Соколином Я Брожу По Облакам Снизу Мишки За Малиной Ходят Ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть Земли спе Отнять Но Не Хочется Медведям Булак Над Островом Менять Я Кружу Над Соколином Я Брожу По Облакам Снизу Мишки За Малиной Ходят Ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть Семьми Себе Отнять Но Не Хочется Медведям Флаг Над Островом Менять Семьми А Семьми А Семьми А Спасибо Ну вот возвращаясь опять же к тому, что иногда начинаешь кроить по своему программу. Вот Сахалин, к примеру. Совершенно неожиданно люди приехали из Питера, моего любимого. Я не планировал опять эту песню, но я попробую, крайне редко ее пою, потому что написать про Питер, это, ну, лично для меня, я считаю себя человеком этого города, у меня мама блокадница, коренная ленинградка, я там заканчивал свое высшее военное учебное заведение, и поэтому, учитывая, что про этот город написал Пушкин, к примеру, или там современный автор, мне очень нравится, и Шевченко, Газманова, Митяев, очень, ну, Александр Яковлевич Розенбаума, там вообще целый пласт, поэтому я просто всегда боялся этой темы, и даже когда что-то написал, там оно у меня и оставалось, ну, ладно, попробую. Время, надежды и чудес И над моей головой Белое море небес Выйду на улицу в ночь Набережны пусты Грусть и сомнения прочь И разорвались мосты Белая ночь над Невой опустилась Видно, когда-то жемчужина мира Белая вороной от стаи отбилась И улетела на север Пальмира Красный копченый кирпич Самой известной тюрьмы Помнит бывал Белая вороной от стаи отбилась И улетела на север Пальмира На север Пальмира И улетела на север Пальмира Невский суровый гранит Сколько за жизнь повитал Кровь революции хранит От наводнений устал Город любимый во сне Ночь словно сумрачный день И где-то, кажется мне Бродит здесь бродского тень Белая ночь над Невой опустилась Видно, когда-то жемчужина мира Белая вороной от стаи отбилась И улетела на север Пальмира Больше не сделался, спасибо Я иногда думаю, вспоминаю это время, когда мы учились действительно Это вот там про тюрьму Это кресты, знаменитая тюрьма Почему-то она была прямо Напротив нашего училища То есть у нас набережная Робеспира И с той стороны Я все время думал В чем же здесь какой-то Наверное, сакральный знак И действительно Ленин Около финляндского вокзала Финляндский вокзал Чуть-чуть левее этой тюрьмы Он там, Ильич, на броневике Как у нас на экзамене Один товарищ по научному коммунизму В апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин прибыл На паровозе в Санкт-Петербург Где выступил броненостор Потемкин Вот Чем вызвал гомерический смех Преподавателя Кстати, Ленин тут был подвергнут Нападению несколько лет назад Ну, вроде бы, многие слышали, наверное Это в новостях было Бомбу там заложили каким-то образом Не знаю, в советское время это было бы вряд ли возможно Ну, или бы кого-то расстреляли, если бы поймали Я приезжал и видел это дело Потрясающе просто То есть, ощущение было, что толстая торпеда Попала в попу Владимиру Ильичу И там спереди вышла То есть, дыра такая сквозная Через нее видно финляндский вокзал Такое интересное зайдящее Вот, ну ладно Не уходя пока от лирики Песна, в конце концов, вот Чувствуется, наступает Или наступила Как никогда капризом март С утра капелька, ночи метель Рисует странную пастель Весна совсем не знает карт На географию и с ней А гидромет ей нам плевать Ведь все дозволено весне С ума сводить, повелевать Смотрю я в небо по утрам И жду, как ты спорцы сьюгов А зло на рдостовским ветрам Вернуться к шуму городов Смотрю на солнце в облаках И как рассвета жду весны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны Не мистер Март, а словно мисс Слезами с крыш роняет снег И каждый день опять каприз И от весны к зиме побег И мне без видимых причин Куда-то хочется бежать Душа размером как аршин И ее в груди не удержать Смотрю я в небо по утрам И жду, как ты спорцы сьюгов А зло на рдостовским ветрам Вернуться к шуму городов Смотрю на солнце в облаках И как рассвета жду весны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны А вспять вращение земли не отвернуть и не прервать Я убегаю от зимы как школьник Девочку встречать Встречать весну который год Она же ко мне придет сама И пусть не мартовский обход Но каждый год схожу с ума Смотрю я в небо по утрам И жду, как ты спорцы сьюгов На зло на рдостовским ветрам Вернуться к шуму городов Смотрю на солнце в облаках И как рассвета жду весны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны В них лучше видно сны Спасибо Пошли так немножко по временам года Кстати, завтра здесь выступает Вероника Долина Известная, не то что известная Достаточно знаковая фигура для авторской песни Это не Лариса Долина, а Вероника Долина Некоторые путают Я что-то все время вспоминаю В 1989 году я еще лейтенантом Приехал на региональный фестиваль авторской песни Отбор по всесоюзному Советскому Союзу Она сидела в жюри Дулов там был, Мерзаян Ну такие гранды авторской песни Это был 1989 год, только вывели войска из Афганистана Тут гласность и так далее Было очень модно поливать грязью Вот на все, что делали наши люди Как воевали там и помогали Ну в общем-то подвиги совершали И в то же время много пело на эту тему Я помню, что вышел какой-то мальчик А там мастерские То есть выступаешь, тебя потом обсуждают Задают вопросы, критикуют Естественно, рифма не такая Или еще что-то И вот помню парнишка спел там что-то про Афганистан А Долина такая Ну это не в пику ей, конечно, что завтра она тут выйдет Но тем не менее Мы с этой темой боремся Ну и я как тут попугай Ну я и здесь молчать не буду Я, значит, как скажу Как там? Вы что? Это Афганистан, святое там Тра-ля-ля В общем, оно на меня глаз положило Запомнило И когда я на следующий день Пришел петь песню на мастерскую Ну там Наехало на меня По ряду вопросов А пел я совершенно не военную песню На удивление Дом барабанит, дождь по крышам Мечтает ставить море на лужи И буду всю на землю выживать По небу тучи ветер кружит Темно за окнами ненастье А мне здесь светится полста герца И дождь, петель, печаль Все смыть в сердце И значит он сегодня К счастью Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать Мне весна ночами снится По паркам Ветер листья носит Неделя тянуться резиной И трес голодный булку просит Когда иду из магазина Его так сию жила погода Он, как и я, продрог жестоко И как ему мне одиноко Видать, такое время года Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится Субтитры сделал DimaTorzok Дождем невинным нынче краю Мечтают стать морями лужи А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стужи А я мечтаю улыбнуться И может даже рассмеяться Не превратиться ближе в паяться Мечтая к себе вернуться Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всяким филологическим нюансом Задал два вопроса А что это там светит 50 Гц? Я говорю, вы понимаете Тактовая частота В советских сетях Она 50 Гц А допустим в Америке Она другая Я это не понимаю Я говорю, я тоже не очень Потому что вообще освещение Мерится в люксах Но как-то надо было Зарихмовать Как он Вадим сегодня говорил Есть вещи, которые ему годы Ритме делать Второй вопрос она мне задала Почему восемь дней в неделю слякать? В неделю вообще-то семь дней Я почесал затылок и сказал Знаете, почему-то пожарных не спрашивают Есть такая поговорка Что пожарный должен спать 25 часов в сутки И не спрашивают, почему Она говорит, вот ведь выкрутился Да мы так мило с ним остались Ладно, ну еще По временам года Осень, вечер, ветер, тучи В доме свет опять отключены Луны, айзевший лучик Рука светит сквозь ветра Одиноко, хмуро, скучно А до души упрятан ключик И с собой мир заключен Ненадолго до утра Мой мирок размером с пухню Газ под кофе не потухнет Где-то гром печально пухнет Видно, тоже одинок Строго тихо эль будильник Сам себе собутыльник Поживет, моргнув светильник И раздастся в двери слонок Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят И в прозрачную не воду А в душе моей по сходу То ли кома, то ли года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Рюмки, водка, сигареты Хлеб, холодные котлеты И сердца у нас согреты То ли души, то ли ствердные Но душа моя раздета И летать в небе где-то Рвется в сторону рассвета Только там туман и дым Я, наверное, спел сто песен Раз уж мы сегодня вместе Вряд ли нам грустить уместно Я пою, и каждый слышит То, что он хотел услышать Но стучат соседи Слышит батарею, чтобы тише Ночь, пройдет рассвет, все спишет Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят И в прозрачную не воду А в душе моей по сходу То ли кома, то ли кода Ночь, такое время года Ночь, такое время года Прозвенел давно будильник Опустил мой холодильник В горы будто бы напильник Мне не скоро петь, теперь солнце Видно, встать забыло И сжимает боль затылок Строй осушенных бутылок И уже закрыта дверь осенью Вечер, ветер, тучи В доме свет опять отключен И луны озявший лучик Ровко светит сквозь ветра Одиноко, хмуро, скучно А на душе упрятан ключик И с собой мир заключен Минут долго до утра Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Пьют прозрачную неводу А в душе моей к восходу То ли кома, то ли кода Ночь, такое время года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Пьют прозрачную неводу А в душе моей к восходу То ли кома, то ли года ночь, такое время года ночь, такое время года.